Я пытался придумать какое-нибудь интересное творческое название для данного послания, которое я буду проповедовать этим утром. Всё, что мне пришло в голову, — это слова, которые мог сказать кто-то поистине верующий. Я так вдохновлён, что просто не могу этого скрывать. Я уже вот-вот потеряю контроль, но мне кажется, мне это нравится. Поэтому я собираюсь назвать послание «Я так вдохновлён». Я считаю, что очень важно быть вдохновлённым чем-то духовным, вдохновлённым Иисусом, вдохновлённым вечным. Некоторые люди всё своё вдохновение отдают мячу, спорту, плотским вещам, но мы должны быть вдохновлены Иисусом. Я хочу поделиться с вами той высокой ценой, которую придётся платить, если мы не вдохновлены. Цена за отсутствие вдохновения. Библия говорит, «Елисей лежал на своём смертном одре, и пришёл к нему царь Израилев Иоас. И сказал старик, лежащий на одре, «Отвори окно и выстрели стрелой». И далее сказал он, «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии». Затем он сказал, «Возьми три стрелы и бей по земле». В Библии говорится, что он сделал это, но сделал без вдохновения. Он лишь коснулся земли. Он не сказал ему, сколько раз нужно это сделать, но он сделал это три раза. В Писании говорится, «Старый пророк, лежащий на одре, так разозлился, что он встал со смертного одра и стал упрекать царя, и сказал, «Почему ты не был достаточно вдохновлён? Господь сказал, что ты разобьёшь армию Сирии». Господь сказал, что в твоих руках стрела избавления, и в тебе нет энтузиазма, и в тебе нет страсти, ты не вдохновлён духовными истинами, ты просто сделал то, что я сказал тебе, ты просто выстрелил стрелами, ты просто слегка постучал по земле, и всё». Он сказал, «Если бы ты выстрелил шесть или семь раз, ты бы выиграл битву, теперь тебе нужно выиграть ещё три битвы, но все оставшиеся ты проиграешь, потому что в тебе нет вдохновения». И когда Бог вам что-то говорит, вы заплатите высокую цену, если в вас не будет вдохновения. Высокую цену. Я думаю, нам нужно понять, что когда мы делаем что-то автоматически, потому что нам велят это сделать, когда в нас нет рвения, энтузиазма и вдохновения Иисусом Христом, то мы что-то теряем. По другую сторону нашего вдохновения есть нечто, что Бог хочет высвободить для наших жизней. В религии никогда ничего не подразумевается. Я объясню. Христианство не подразумевает быть скучным. Никогда не подразумевается, что христианство безжизненное и неподвижное, и что церковь — ерунда, предполагается, что церковь вдохновляет. Некоторые возможности в жизни появляются только один раз. И ваша реакция на эту возможность, которую в данный момент дает вам Бог, означает, что вы находитесь на жизненном перекрестке. Вы можете либо ухватить шанс, либо упустить его. После этого вся ваша жизнь изменяется навсегда. Навсегда. Так же произошло с царем. Его жизнь навсегда будет изменена. Потому что в момент, когда ему нужно было вдохновиться и сказать, «О, Бог сказал мне, что делать?» Бог дал мне ясные указания. «Ого! Бог наградил меня своим словом! Я воодушевлен! Я возбужден!» Вместо этого он всего лишь сказал, «Ну да, я знаю. Бог сказал мне это. Но я думаю». Если Бог собирается это сделать, Он это сделает. Не важно, что сделаю я. Не все моменты в жизни равны. Есть такие моменты, когда ты движешься, когда Бог говорит, «Двигайся» с рвением, с большим вдохновением. Когда Бог сказал мне прийти в церковь в Free Chapel, мне пришлось сделать выбор. Это было решение, которое определяет, которое определило. Это был момент неравных возможностей. Это была возможность всей жизни. И если бы я сказал, «Нет, это рискованно, а вот это безопасно», я бы изменил жизнь навсегда. Но я был вдохновлен. И я сказал, «Ну что, поехали, Шерис». Я хочу сказать, что когда вы находитесь на жизненном перекрестке, Бог дает четкое направление, что вам нужно делать по Его Слову. А если у вас нет страсти, рвения, и вы делаете точно то, что Он вам сказал, вы можете изменить свою жизнь навсегда. Высокая цена отсутствия вдохновения и выполнения того, что Бог говорит вам. Понимаете, иногда мы не узнаем такие моменты. Я думал об Исаве и Якове и высокой цене отсутствия вдохновения. Библия говорит, Исав был первым рожденным братом, который был благословлен правом на первородство. Но Писание говорит, что он не был вдохновлен духовными истинами, он не был вдохновлен заветом, он не был вдохновлен Богом Авраама и Исаака. Меня это не волнует. Я хочу пойти на охоту. Он был спортсменом, он был охотником, его интересовали лук и стрелы, но я вижу Иакова. Иаков не отличался хорошими способностями, был не лучшим студентом. Он списывал. И звали его обманщиком. Он списывал на всех тестах. Но в нем было что-то. Завет вдохновлял его. Он был вдохновлен первородством. Он любил сидеть возле костра со стариком, то есть Авраамом. И я вижу, как он говорит, расскажи еще одну историю. Расскажи мне, как тот ангел спустился на твой шатер. Расскажи мне, как Бог говорил с тобой. Бог на самом деле разговаривает? Как он говорит? На что это похоже? Расскажи. Он сидит у него на коленях и вдохновляется всем духовным. То есть Бог пообещал это и сказал, что он это сделает? Ты имеешь в виду, что мы все унаследуем и будем самой могущественной нацией? Бог на самом деле рассказал тебе это, как выглядят ангелы, но по другую сторону костра, Исав. Ему очень наскучил Бог. Ему наскучила вся эта религиозная ерунда. Все, что он хочет, это играть. Пойдемте на охоту. Исав сделал серьезную ошибку, когда не стал вдохновляться Иисусом. А вот Иаков, он думал, я так взволнован. И когда Иаков шел спать, он просыпался среди ночи. Он думал, мне нужно получить право первородства. Я должен получить это благословение. Я так взволнован, что у Бога есть план моей жизни. Но Исава это не волнует. И Библия говорит, однажды Исав пришел с охоты очень голодный. Иаков приготовил блюдо из чечевицы. Исав сказал, послушай, я так голоден. Я отдам тебе все за эту еду. Иаков, младший брат, который был так вдохновлен всем духовным, сказал, отдай мне благословение первородства. Отдай мне это наследство. Отдай мне, что Бог дал нашему отцу. Отдай мне это. И Библия говорит, он продал свое первородство за чечевицу. Высокая цена за отсутствие вдохновения. И сегодня мы молимся Богу Авраама, Исаака и Иакова, но не Богу Авраама, Исаака и Исава. Все потому, что один человек был вдохновлен, а другой нет. Я не хочу упускать возможность всей своей жизни из-за того, что я был равнодушным христианином, которого не волновали духовные вещи. И если вы не будете за этим следить, вы потеряете свое вдохновение. А когда вы теряете вдохновение, Бог говорит, я не буду для тебя этого делать. Я найду другого, кто будет верен, вдохновлен и будет восхвалять меня. Я говорю вам, как это бывает. Во второй книге царств, глава шестая, говорится, что весь Иерусалим тысячами выстроился на улицах. У них были разные музыкальные инструменты, и они кричали, прыгали, крутились, кружились. Почему? Потому что 80 лет в храме не было Ковчега Завета. Там не было славы Господа. Но пришел Давид и принес Ковчега Завета. И несли Ковчега Завета священники. И Библия говорит, певцы играли, музыканты пели. Они возвращали присутствие Бога обратно в храм. И Библия говорит, после каждых шести шагов Давид останавливался. Убивал семь тельцов, семь ягнят, семь овнов для приношения жертвы Господу. Заводите музыкантов, пойте и собирайте все вместе. А затем они говорили, о, слава Богу. Теперь давайте сделаем еще шесть шагов. Два, три, пять, шесть. Повторим снова. Два, три, четыре, пять, шесть. И еще раз. И так он делал весь путь от дома Аминодава до Иерусалима. Это заняло у него почти три месяца. Расстояние было не очень большим. Всего несколько миль. Но он продолжал останавливаться. Он был так взволнован. Я должен сделать еще одну остановку для молитвы. Давайте возблагодарим Господа. Помолимся ему. И затем он шел чуть быстрее. Слава Господу. Давайте помолимся. Еще раз. Давайте воздадим ему славу. После стольких церковных служений, которые он проводил каждые шесть шагов, путь занял у него дни и дни и дни. Аллилуйя. Слава. Давайте соберем же музыкантов. Давайте все помолимся. День за днем. День за днем. Наконец он приходит в город Иерусалим. В Библии эта история рассказана во второй книге царств, глава 6, 14 стих. Когда он шел в Иерусалим, Давид скакал. Здесь вы должны понять, что Давид внешне был похож на Рэмбо. Да, именно так. Это был убийца. Он не был женственным. Он был убийцей. Он убивал гигантов медведей. Вы когда-нибудь убивали медведя? А льва? Он убивал. Теперь смотрите. Вы платите высокую цену, если у вас нет вдохновения. Я знаю, все мы разные. Вам не нужно сходить с ума, быть фанатичным. Не нужно. Но должно быть какое-то вдохновение. Это не должен быть мертвый Христос, сидящий на церковной скамье. Это не должен быть медведь за кафедрой проповедника. А на скамьях не должны сидеть ледышки. У нас так много ледышек среди молодежи, потому что их родители тоже ледышки. Они выбрали холодное присутствие, никогда не вдохновляясь, никогда не испытывая страсти к Иисусу Христу. Он умер за вас? Он вернется вновь? Приготовил ли он место, которое зовется небеса? Он когда-нибудь волновал вас? Вы когда-нибудь проявляли свою страсть, свое рвение к Нему? Разве это немного не запутано? Когда мы приходим в церковь, а совсем скоро, ну что, когда мы пойдем перекусить? Но когда мы просто на самом деле Давид танцевал перед Господом. И Библия говорит, «Его жена, высокая цена за отсутствие вдохновения, открыла окно и увидела танцующего Давида, который выставлял себя безумным, что скажут все мои друзья? И Библия говорит, что она презирала его, он расстроил ее, она позвала его в свою спальню. И мне нравится его ответ ей. Он был мужчиной, потому что он это сказал. Я еще более уничижусь. И я знаю, что он мужчина, потому что он сказал своей жене, потому что он сказал это своей жене в 22 стихе. Он сказал, «Ты думаешь, я играл? Я могу быть еще более безумным. Ты думаешь, я там просто отплясывал? Ты еще не видела, как я молюсь Богу, как я прославляю Бога? Потому что этот Бог скинул с трона твоего папочку и возвел на трон меня. Он возносит одного и сбрасывает другого. И я должен восхвалять его. Я должен ему умолиться». И вот она цена за отсутствие вдохновения. Потому что смотрите, Бог продолжал благословлять Давида. Библия говорит, что дом Давида становился все сильнее и сильнее, а дом Саула становится все слабее и слабее. Тот, кто вдохновлен, становится все сильнее в своем отношении к Господу. Тот, кто не вдохновлен, тот, который смотрит в окно. В ее венах был лед, она была генерал-инспектор. Это сумасшествие. Эти люди сумасшедшие. Библия говорит, так как она не была вдохновлена. Посмотрим на последний стиль главы. «Мелхола, дочь Саула, никогда до самой своей смерти не имела детей». Почему? Потому что в ней не было вдохновения. Она потеряла свою страсть. ей следовало смотреть в это окно. И когда он вносил ковчег завета, говорить, «Да, давай, милый, неси же его. Разве Бог не хорош? Аллилуйя! Прославим Господа! Я так взволнованно! Ковчега не было! О, слава Господу! Давай же, дорогой, неси этот ковчег!» Но она так не сделала. Не становитесь слишком горделивыми или величественными. Слишком горделивыми, чтобы возвеличивать Бога. Или Бог пройдет мимо. Я почти закончил. Она заплатила высокую цену. Никогда не имела детей, никогда не имела семьи. Я размышлял о том, что было две с половиной тысячи лет назад. Та же улица, ведущая в Иерусалим. И вот снова ковчег завета, заключенный в теле Иисуса Христа. Он едет на осле. О, осана! Да будет благословен! Они кружатся. Они возрадовались. Они счастливы. Да будет благословен тот, кто пришел во имя Господа. Они все взволнованы. Но посмотрим на фарисеев. Они загнали его в угол и сказали, «Ты должен сказать этим людям, чтобы они успокоились. Никто не заслуживает такого восхваления, кроме Отца на небесах. Мне нравится ответ Иисуса». Он сказал, «Если они перестанут прославлять, то камни под вашими ногами вас запьют. Если вы не хотите мной восхищаться, я заменю вас на камни и из камней устрою себе хвалу». Высокая цена за жизнь, вдохновенную Иисусом Христом. Будьте осторожны с религией. Будьте осторожны просто имея дело с церковью. Будьте осторожны просто имея дело с церковью. Будьте осторожны с тем, что происходит каждым воскресеньем утром, склоняя голову перед Богом, просидев один час на служении и уйдя домой. Не для этого Он умирал на кресте. Он хочет жить вас, ходить в вас, разговаривать внутри вас, быть жизненной важной частью вашего дня. Для Него вы живете, двигаетесь и существуете. Он центр вашей жизни. Вот что значит христианство по Новому Завету. Все остальное это просто сгусток религии. Есть высокая цена. Вы все упускаете. Если не живете жизнью полной страсти, рвения и вдохновения. Я знаю, возможно, сегодня вы привели сюда своего друга. Я хочу сегодня воздать Богу хвалу. Если вы теплы, то я изверну вас из уст моих. Я хочу быть воодушевленным. Я хочу чего-то необыкновенного. Я хочу экстрима. Я хочу страсти от моих людей. Вам что-то быть в благодарном сердце. Что-то быть в искупленном сердце. У вас ничего не будет, если Господь не благословит вашу жизнь. Вы можете сложить руки вместе и громко сказать «Спасибо тебе! Спасибо! Ты был так добр ко мне!» Давайте прославим Господа. Это займет минуту. Всего минуту. Попросите Его вернуть вам вдохновение. О, Господи! Я не хочу быть просто на служении. После многих служений и Давид все еще радовался. Мне не важно ходили ли вы в церковь всю свою жизнь. У вас все равно должна быть хвала и вдохновение. Я говорю всем вам, кто окончил учебное заведение, мы так горды и счастливы. Мы очень очень вдохновлены вашим будущим. Но не теряйте свое вдохновение с Иисусом Христом. Враг хочет украсть ваше вдохновение, потому что если сможет, он отведет вас от Иисуса. Примите Его или покиньте Его. Когда вы начинаете учиться в колледже, каждую ночь происходят вечеринки, люди курят, употребляют наркотики, ловят кайф, они пьют и спят с кем попало. Если вы не вдохновлены Иисусом, враг совершит свою кражу, он превратит колледж в ломбард, он заберет у вас что-то действительно ценное и скажет вам, позже ты это сможешь получить обратно. Возможно, вы получите это обратно, а возможно и нет. так почему же вы не воодушевитесь Иисусом и не скажете «Они меня не изменят, а я их изменю и пройду весь путь с Иисусом?» Я вдохновлен этим, я буду служить Ему. Давайте, я хочу, чтобы все еще раз вознесли Ему хвалу. Мне не важно, кто вы, я хочу, чтобы вы вели себя так, как Он достоин этого, так, словно Он действительно воскресший, царь царей, ваш целитель, ваш проводник. Я хочу позвать сюда всех подростков и молодых людей младше 25 лет. Подойдите сюда, все подростки, каждый молодой человек в этом зале. Я хочу, чтобы вы подошли сюда, потому что я хочу, чтобы Бог наполнил вас энтузиазмом, вдохновением, страстью и рвением. Посмотрите на них, посмотрите их сотни, Боже мой! Посмотрите на это! Давайте, давайте! Проходите, давайте! Так, да, это поразительно! Сотни! Сотни и сотни! То же самое было на служении в 9 часов утра. Это не укладывается у меня в голове. Ну что, Джентезон, ты мне говоришь, что я тоже должен быть ненормальным? Чудаком? Нет, вам не нужно быть ненормальным, я уже есть. Уже есть я. Я не говорю, что вам нужно быть таким же, как я. но я говорю, что если вы сядете на скрепку, не говорите, Боже мой! Когда он по-настоящему в вашем сердце, должно быть вдохновение им, потому что вы находитесь на перекрестке. Если вы находитесь на перекрестке, вы должны быть особенно захваченным Богом. верующим, это служение единственная возможность для вас получить страсть, рвение, вдохновение Иисусом Христом. Сегодня я говорю с сотнями студентов. Могу ли я мечтать, что каждый из вас станет воодушевленным верующим? Вдохновение и воодушевление в разговорах об Иисусе, в чтении Слова, в том, что Он будет в вашей жизни, не просто позволить Ему быть с вами в воскресенье. Это возможно? Я думаю, что да. Если вам удобно, то я хочу, чтобы каждый из вас поднял руки. Это действие человека, который сдался. И скажите, я здесь, я здесь, моя жизнь твоя, я отдаю тебе контроль, я не хочу, чтобы мое сердце оставалось холодным по отношению к тебе. Я не хочу быть теплым и равнодушным и просто безразличным к нему, пока он не вмешался в мою жизнь и то, что он хочет сделать с ней. Но это не о том. Прямо здесь и сейчас скажите, Господи, верни мне вдохновение, верни мне рвение, зажги огонь в моей душе. Господи, заставь меня любить тебя всем моим сердцем, душой, разумом и силой. Дай мне твердость, дай мне такую опору, что откуда бы я ни пошел, что бы я ни предпринимал, в какой бы школе, среде я ни находился, я был бы смелым, сильным, верующим в тебя, Иисус Христос. Прямо сейчас вылейте свою душу ему, поднимите руки, я хочу, чтобы все родители протянули руки и помолились за детей, давайте начнем молиться за них, лидеры молодежи, давайте прямо сейчас помолитесь за этих детей, давайте поверим Богу, но они не дети, они уже взрослые, но прямо сейчас мы благословляем вас, мы вселяем вас в силу, мудрость, мы благословляем вас на мудрый выбор с сегодняшнего дня и всю жизнь, мы молимся тебе, мы молимся тебе, Господи. Раньше я была действительно сильной христианкой, я была уверена в себе и во всем, в школе я была словно похожа на Иисуса, меня все любили, и я была идеальной, как и моя жизнь, это было чудесно, однажды в школе я и мои старые друзья вязались в драку, и я помню, как я шла, а они кричали, что все ненавидят таких, как я, что у меня нет друзей, моя самооценка тогда была разрушена, но этот призыв к алтарю, когда Бог назвал мое имя, это было удивительно, это перевернуло всю мою жизнь, и я никогда не вернулась к старой жизни, пусть мир ненавидит меня, но я буду жить ради Иисуса. Эта программа была создана для вас с друзьями и партнерами Джентезен Франклин Министерс. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт gentizenfranklin.org